Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 694. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 6 ноября 2017 года. Моябрь. Сегодня седьмое. Ну, тут выставил ролики на свалу вечер перед сном. Всем по своим местам, а кому-то нести вахту. Это кто-то посмотрит, что за вахта. За пятая. Вчера кинули мне материал. Кажется, Никита Колесников. Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с церковью. Я еще даже не смотрел. Сначала новостная служба 6 ноября. Ну и вот где найти, если кто желает ткнуть. Это 6 ноября. Прав мир. Писатель, сатирик и юморист. Михаил Задорнов принял соборование в московском храме живоначальной Троицы. Вот не верю я в это. Нет у меня веры в это. Вера в Бога есть, а то, что вот он принес покаяние. Потому что дальше читаешь, все какое-то, недоговоренности какие-то. Принес покаяние. Ну и где это покаяние? Его видно? Говорит он? Нет. За него кто-то говорит. А что он отворил-то? Посмотри, вон, сколько людей. Ну, я тут скажу, это писатель. В фильме участвует. Пропагандирует язычество и дал поклонство. Он по еврейским законам, по мусульманским достоин смерти. Притом мгновенной. Сколько он зла наделал. У меня есть тут, я отвечал на его вопросы, когда еще он ходил. И лицо все у него говорит. Не бесчестный человек. Гнусный просто. Я стал молиться, Господи, закрой его эту поганую пасть. Сколько он зла изрыгает на церковь, на Христа, на Слово Божие. Проповедует язычество проклятое, неоязычество. И вдруг заболел. Я молился о нем, чтобы Господь поразил нечестие в нем. И обратил его к Богу. Вот что он поражен, это я увидел вскоре. Мозг ему, Бог, ткнул ему туда черную занозу. И где лечился, то в Германии, то где-то. И все это, ничего нигде не видно. И вот дальше. Вот он стоит. Пожалуйста. Нарисован весь. Это он не то, что людей смешил. Это смехащество жидовское. Он все высмеивал. Все. И праздники, и Пасху, и сообщением об этой поделился на своей странице в Фейсбук. Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы Протеерей Андрей Новиков. А почему он-то не поделился? У него свои ресурсы есть. Ни родственники, никто, нигде. То есть, если сейчас полегче, это что он уйдет со сцены. Что смеяться-то? Он еще пойдет с лопатой в руках работать, землю копать, сваи забивать. Дороги делать? Нет. Кавычки. Сегодня по просьбе родных и друзей Соборова Михаила Николаевича Задорнова. Соборова – это значит все. Да еще, может, глухоисповедь. Язык поганый-то Бог заткнул ему. Сколько он зла наделал, это даже высказать нельзя. Миллионы людей обольщал и поганил, и поганил. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в Таинстве Исповеди в Казанском соборе города Москвы. Принес покаяние, что, видимо, привезли на каталке, и он там принес два месяца. За два месяца нигде ничего не показали. Вы заснимите, и как он... Ничего не видно. Нету нигде. То есть, это охота, это вот православное обращение, глухая исповедь называется. Уже языком не ворочает, глаза подкатил под лоб, теперь его начинает в рот толкать ему. Зафиксировать рот надо, чтобы протолкнуть, дать причастие. Вот вся исповедь. Ему исповедовать-то надо лет пять. Перед всеми людьми, перед кем говорил, фильмы снимал. Он плывет в море лжи, в море ядовитых слов, в море поношения. В Казанском соборе города Москвы. Все снимает свадьбы. Извращенное лжетаинство свои, лоб мощит даже патриарх. Ребенок держится горизонтально над купелью. Ни стыда, ни совести нету. Обнаглели попы. Это тяжелейший период своей жизни. Он проходит, как примирившийся со святой церковью. Православный христиан. Вот это я верю. Не со святой церковью, а с патриархийной. Потому что все извращено. Все таинства, все. Он был крещеный. Не говорят о крещении. Если не говорят о его крещении, значит он был крещеный. Иначе бы сказали, а собор у меня, это когда собор у меня, всегда говорят, а чего вы мне раньше времени хороните, даже полуживой. И то не согласен. Собор у меня это все уже. Как говорится, кранты и капец ему. Так люди-то понимают. Примирившийся со святой церковью. Православный христианин. Так вот, если он был крещеный, крещение-то не показывает. Это определенно, что он христианин. Это все он делал в христианстве, будучи христианином. Теперь посмотрите по канонам, какой эпитемией он должен быть наказан. А он полумертвый. И он в этом должен понимать. А если сейчас выздоровеет под всей этой эпитемией, в храм его не запускать. Это каноны, говоря, не я говорю. А он умирает. Умирает, смертный час, церковь разрешает причастить. Все. А если выздоровел все эти годы, а ему там лет 20 за дверями стоять только. «Прошу молитвы о рабе Божьем Михаиле». Я молился не о рабе Божьем. Он не был рабом. Он раб сатаны. Служитель дьявола всю жизнь пошел. В том числе. «Да простит ему, милосердный Господь, годы эпатажного заигрывания с язычеством», написал отец Андрей. «Заигрывание». Да не заигрывание, он язычник. Он язычник, дикий. «Колдун» написал отец Андрея. Почему он-то не написал? Жена, дети, где? Почему никто не пишет-то? Отец Андрей. Это отец Андрея-то заигрывание. Да какое заигрывание-то? Он руководитель там был. Но не Гитлер же заигрывал с нацизмом. Это люди, которые сбоку там, те заигрывали. А как Гитлер мог заигрывать, когда он основатель этого? Наставитель Храма отметил, что он размещает эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Задоровна. Не с ним. Вот сколько недомолвов-то. Что он знает, он может быть не понимает, без памяти там. Это все может быть. И поэтому в согласии его нет родственниками. А он-то, у него же последователей много, язычники, все колдуны вокруг него. Вот и вспомнишь, бесы Пушкина. Что они воют там? Кого замуж выдают? Ранее Михаил Задорнов неоднократно давал интервью. И публично выступал с лекциями. О неоязычестве. И неоднозначно высказывался о православной вере. Вот сколько лукавых слов у этого попа. Сказать, он богохульник. Он хулил церковь, хулил христовые праздники. Почему право-то не сказать-то? Вот отец Дмитрий Смирнов тут правильно говорит. Когда Левашова, Бог поразил Николая, он прямо сказал, где-то на него напустились там. В 2016 году Михаил Задорнов сообщил, что болен раком головного мозга. Ему провели биопсию головного мозга. После этого он проходил курс лечения в одной из прибалтийских клиник. В одной. Покажите, в какой клинике. Как он себя вел. Люди-то могут узнать. В одной. Даже в каком государстве, непонятно. Понимаете, столько скрытого. Ничего там не было. Не верю я в это. Вот не верю. Ну нет веры и все. У него должно быть такое покаяние, чтобы все вздрогнули, чтобы язычников всех Бог поднял с постели. Ведь он лежал сколько. Сколько мог он роликов сделать, показать, как он молится, как он плачет. Ничего этого нет. Это поповский обман патриархийный. И Сталин покаялся. Сталин покаялся тоже. Все. Брежнева отпевали. Всех вояк, которые в Афганистане, людей убивали, насиловали. И их всех отпевают. Вот какой мне ролик-то подали. Задорнов. Вся его задорность кончилась. И здесь дальше еще ложь. Еще даже перед смертью еще ложь сказать надо. И теперь будут трезвонить, молиться такой-то, такой-то. Вон, как сейчас это, Фросе в Новосибирске. И имя-то ее неправильное. Памятник поставить. И молиться бросилась под поезд. Бурлакова. Ой. Так. Мне бы надо, чтобы подошли. Аппарат сняли. Направить туда. Пока я достану одно стихотворение, прочитаю. Крылова. А там не нужно к месту сейчас. Подойди сюда. Вон, где. Подними-ка. К месту. Просто необходимо посчитать. Я сейчас вот это сюда будешь. Смотрите, я сейчас открою только. И сразу найду. Я знаю, что я найду. Вон, сейчас мы в гугл зайдем. Крылов. Писатель и разбойник. Ну, вот все. Сейчас сочинитель и разбойник. Крылов. Вот, посмотри. Сочинитель. Сочинитель это вот. Это Задорнов. Ну, и разбойник. В жилище мрачной теней На суд предстали предсудей В один и тот же час Грабитель Он по большим дорогам разбивал И в петлю, наконец, попал. Другой был славою покрытый сочинитель. Он тонкий разливал В своих творениях яд, Вселял безверие, Укоренял разврат. Был, как сирена, сладкогласен И, как сирена, был опасен. В аду обряд судебный скор. Нет проволочек бесполезных. В минуту сделан приговор. На страшных двух цепях железных Повешены больших чугунных два котла. В них виноватых рассадили. Дров под разбойника Большой костер развалили. Сама Мегера их зажгла И развела такой ужасный пламень, Что трескость остал в сводах адских камень. Суд к сочинителю, казалось, Был не строг. Под ним сперва чуть лелся огонек, Но там, чем далее, тем более разгорался. Вот веки протекли, Огонь не унимался, Уж под разбойником давно костер погас. Под сочинителем он злее С часу на час. Не видя облегчения, Писатель, наконец, кричит среди мучения, Что справедливости в богах немало нет, Что славой он наполнил свет. И ежели писал немножко вольно, То слишком уж за то наказан больно, Что он не думал быть разбойником грешней. Тут перед ним во всей красе своей, С шипящими меж волос змеями, С кровавыми в руках бичами, Из адских трех сестер явилась одна. Несчастный, говорит она, Тыль провидению пеняешь, И тыль с разбойником себя равняешь. Перед твоей ничто его вина. По лютости своей злости он вреден был, Пока лишь жил. А ты, уже твои давно истлели кости, А солнце разу не взойдет, Чтоб новых от тебя не осветило бед. Твоих творений яд не только не слабеет, Но разливается веку от веку, лютеет. Смотри, тут свет ему узреть она дала, Смотри на злые все дела, И на несчастье которых ты виною. Вон дети, стыд своих семей, Отчаяние отцов и матерей, Кем ум и сердце в них отравлены? Тобою. Кто, осмеяв, как детские мечты, Супружество, начальство, власти, Им причитал вину людские все напасти, И связи общества рвался расторгнуть? Ты, не ты ли величал безделья просвещением? Не ты ли в приманчивый прелестный вид Облег из страсти и порог? И вон, опояна твоим учениям, Там целая страна полна убийствами, грабежами, Раздорами и мятежами, И до погибели доведена тобой. В ней каждой капли слез и крови Ты виною. И смел ты на богов хулой вооружиться? А сколько впредь еще родиться От книг твоих на свете зол? Хер ты ж, здесь по делам тебе и казни мера, Сказала гневная Мегера, И крышкой захлопнула котел. Про кого это говорится? Вот теперь и посмотрите. Фильм и ставил. И теперь все это разгорается. Ему надо выползти оттуда И криком кричать, Что он творил, будучи христианином. Вот Какое дали мне известие. Между прочим, сказать, Если хотим узнать, Самый умный писатель, Поэт, Это Крылов Иван Андреевич. Самый умный среди русских, Да и среди других. Умница. Михаил Задорнов. Роман Николаевич Фроликов пишет. Самое невероятное, Там что-то они говорят, Невероятное, Клоны, Всякую глупость. Людей клонируют, Там похожие ищут. Ну, Бредни сатанинские. А он и отвечает, Роман, Самое невероятное Случилось две тысячи лет назад, Когда люди распяли Абсолютно безгрешного, Сына человеческого, Хвала ему. Это он от мусульман научился-то. Хвала ему. Здорово. Который делал только добрые дела. Так он искупил Наши наказания смертью И вечными мучениями За наши грехи. Когда были наказаны Смертью вечную. Но он сам воскресил себя На третий день. Дальше невероятное Продолжается в том, Что настоящие христиане, Такие как Игнатий Тихонович, Рассказывают о нем Множество людей, Как лично, Так и через интернет. И по его благовестию Проповедям в тюрьме, Как у настоящего апостола, Множество людей Принимает христианство И переходит в православие Во время гонений На настоящих христиан. А мы сейчас, Будучи на свободе, Не посвящаем время Помощи благовестникам И сами не благовествуем. И, значит, мы Не стяжаем любовь к Богу, Слава ему, И к людям. Во многих охладеет любовь. Вот попутно хочу сказать, Вот некоторые там Ну, лгу всякую там Поносят, Которые не встречались, Не знают. А вот встречался, Кто? Сергей Игнатов. Ну ладно, По-хорошему отпустили, Поэтому он хорошо говорит. А вот есть, Калиников, Прямо выселили отсюда. И Роман-то приехал два дня И буквально прогнали. Это все ролики стоят об этом. То есть, мы увидели это, Но и оба, Как будто кто их подменил. Они бы даже огневаться, Там говорить, Ничуть не бывало. И вот везде выступают романы, Которые были у нас люди. Ни одного выступления, Ни от кого, Сынец. Это, видимо, Не знаю, Что такое. Христос посреди нас. Простите меня еще раз, Что осмелилась отнять ваше время. Но я очень прошу вас помочь. Мне у меня есть подруга, И судя по ее разговорам, Она недалека от яговистов. Она сегодня сказала мне, Что будто бы мы неправильно Пасху едим. Потому что в нашей Пасхе Есть закваска, Которую Бог не разрешает. Ну, Пасха имеется в виду, Там куличи, когда делают. Я у вас на сайте читала ответ, Но не помню. А теперь, когда надо срочно, То не могу найти. Что мне ответить? Я ей отвечаю, Ваша подруга или кто там права В этом вопросе? Вера отвечает, Я сама знаю, Что она сказала правду. Я это читала. Но тогда почему мы едим Пасху Закваска? Это меня тоже интересует. Я отвечаю, На спасение это никак не влияет. Сейчас посмотрю, Не она ли опять еще зашла. Ну да, Она пишет. К сожалению, Ее бабушка думает иначе. Она сказала, Что у нас православных Не все по Библии. И ушла к эговистам. Внучку тянет за собой. Обидно как-то. Ну, Бабушка права, Что у нас не по Библии. У нас по Библии-то Совсем мало. Вот. Ну, А бабушка-то ушла куда? Она хуже Еще нашла. Православие Имеет таинство. Семь таинств. А там ничего нету. Самая измышленная, Дикая секта. И она тянет. Куда тянет? А в ад тянет. Бабка тянет. Но тут она сказала, Право надо уметь даже Во врагах увидеть доброе. Новиков Сергей. Что-то он находит. У нас там Недостатки какие-то На сайте-то. А я вот Говорю, Прослал Модератом. Он пишет Фильм Пречувствия. Что-то Пречувствия. Ну и что? Я сейчас Ткну его. Что он хочет сказать? Фильм Пречувствия. Вот. Что-то такое. Ага. Это наш фильм. О нас. Дети считают Табличку. Ну вот оно. Все здесь Считать надо. Краткое содержание. А, Это я уже Показывал где-то. Это краткое содержание Этого фильма. Часть вторая. Там Я прочитал это. Даже мог бы Сейчас показать где-то. Вот он пишет. Тарусская улица. Потом Игнатий Ишлапкин Молодой человек Входит в дом. Рассказывает Игнатий Ишлапкин. Кто составил Не знает. Так вот Игнатий Тихонович Говорит И рассказывает Здесь краткое содержание А вот эта строчка А она встречается Не меньше 25 раз То есть Фильм-то Занял первое место На международном конкурсе А им говорят Лапкина-то не было бы А в фильме-то Вы вообще бы Ничего не получили Первое место А я ничего там и не делал Просто говорил И Такое как есть Вот оно все Ну кто желает Может потом Сами посмотреть Вот Видите как По минутам Буквально Разбито содержание Вот сколько Кадры Хроники Я не знаю Это Может нет Просчитать вам будет Вот У меня Вот оно Сколько А я бы мог Это показать Володя Еще раз Подними-ка Я сейчас Мне надо туда Зайти Под низ У меня тут Подставка стоит Я сейчас Быстренько Скопирую И Туда вставлю Причувствие Отдельное Делаю Потому что Так-то мне Не попасть Никак Туда Вот я сейчас Вот Такое Дело Мне Надо Сейчас Сюда Заранее Подняться Наверх Студия Вот я Сейчас Копирую Это Вот так Делаю Я Копирую И Захожу В страничку Одну Сделаю Ворд Туда Вставляю Контр В Вот Сейчас Все На глазах Прямо Видно Будет И встань Напротив Не Искособочил Иначе Иначе Ничего Не Видно Будет И Буквы Все Ну И Делаю Буквы Другого Формата Вот Здесь Теперь Все Я Сейчас Закрою Это Дело И Книги Ну И Давай Аппарат Сюда Вот Поставим Благодарю Студия Красноярская Кузнецов Владимир Сергеевич Операторы Шермергор Рассказ О трагической Судьбе Двух Диссидентов Пострадавших За свои Политические Религиозные Убеждения В фильме Используют Материалы Государственного Архива Кино Фото Документов СССР Главная Тема Это Часть Первая КП Движение По парковой Аллее Опавшая Листва На асфальте Даже Это Показали Святые У подножия Стены Вот А я Буду Просто Прокручивать И показывать Старинные Постройки Ствол Дерево Колесо Телеги Вот Как Описывают Дальше Рассказывает Лапкин Вот Дальше Посмотрите Вид На Простелочную Дорогу Ну Кто Составил Я Не знаю Но Это В интернете Ну Видимо Режиссер Это Сделал Опять Рассказывает Лапкин И Дальше Вот Смотрите Два Раза Три Старинной Литературы Я Рассказываю Вот Он Где Раз Два Уже Три Раза Он По Меня Поминает Три Раза Я Там Засвесился В Этом Три Вот Четыре Четыре Раза Там Пять Раз Шесть Раз Шесть Семь Восемь Дальше Моя фотография Я Оказался Восемь Девять Раз В этом Фильме Это Девятый Раз Я Там Говорю Десятый Даже Проезжает Так Отчередование Одиннадцатый Одиннадцатый Алтайский Одиннадцать Дальше Вот Считайте Сами Я Дед Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Кое-где Пропустил Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Вы считайте Тут Увидите Шестнадцатский Фильм Обязательно Позна Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Там И Троцкого И Брежнев Семнадцать Девятнадцать Девятнадцать Там Где-то Больше Пропущено Может быть Девятнадцать 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 Рассказывает Лапкин Двадцать 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 Два Двадцать 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 Четыре я в прошлый раз начинал 25 а вот она 25 это документальный фильм при советской власти снятый а документальный больше 45 минут не бывает на 45 минут 25 раз то есть каждые 2 минуты даже через полторы можно почти что но он так делал снимал тут а потом вставлял и вставлял везде что я говорил важно но видимо так а как же премии то присвоили там были профессора в гика мне потом это все это он приезжал сюда он сейчас на алтае живет режиссер кузнецов владимир сергеевич и епископы московского патриархата и тогда это было так разлободневно то даже не выскажешь это не просто так что-то тут пикает это не случайно вот оно предчувствие а вот он пишет я взял отсюда это доступно в виде отрывок на них есть не от некоторая техническая информация но качество в целом неплохое я все отрывки соединил в одно целое ну вот он как не знает а можно разместить в разделе видео вашего сайта я даже до конца не понимаю о чем он говорит новиков сергей но все это надо мне скопировать и модератором отошли администрации наших сайтов это ресурсов вот так изучение библии что-то тут опять пошло вот вставляет вставляет клоны клоны якобы клоны похожие где-то это уже клоны никаких клонов нету никто не может сотворить человека это обман но если человек расположен ко лжи он будет туда тыкаться носом обман творить человека душу дает бог никаких клонов нету это обман дьявольский дьявольский обман никакого клонирования быть не может человека сотворить нельзя нельзя сразу это просто откидывать надо в сторону ну и вот так это я теперь закрываю показать наши ресурсы ресурсы андрей понравилось ваше видео там сегодня попросился друзья сейчас гляну вот как сегодня все перенес сюда на перенес значит эти уже они можно убрать их вот я люблю этот ресурс тут можно переписываться и фотографии пересылать но очень хорошее считаю что луне какие фейсбуки твиттеры мой журнал не сравнивается так его укоротили раз 100 уменьшили то что было тогда можно было на 10 тысяч сразу посылать 12 фотографий или 50 или 5000 знаков стихотворения что потом все это закрыли они могут открыть когда-нибудь мой мир mail.ru это самое лучшее что меня я не сравниваю со скайпом нет это но именно в этом одноклассники вконтакте они даже близко не стояли особенно от фейсбука это даже глядеть не на что ленточный вариант вот он у нас большой но целый год стоит но каждый день приходят 200 300 400 человек 1600 тем и никаких разговоров ни вопросов ничего нету готовый материал настолько он полный спрашивай только прислать книги мои вот особенно трехтомник просят к истинному православию книги могу сказать их таких больше нигде нету в интернете до блаженов и пилак но как он издан симфонии на неканонические книги лучшая в мире за всю историю это наш труд и дальше вот православный канал во свете библии пока говорили вот два человека еще дают отзывы и вот просто я беру но если там матерки прошу прощения сразу закрою но показать что тут есть а там может про вас плохо да только делов то брань на вороту не висит от александр шереметьев пишет вот я сейчас ткну чтобы открыть что пишет сейчас откроется человек издание хорошо процитировал игнатия тихоныч лапкина святых отцов особенно бренчанину молодец игнать тихоныч а вам не имеет смысл подойти к вашим обличителям и спросить что вы имеете против меня так как вы советуете поступить священником с невзором все-таки почему не выставляете ролик со священником дуле вещем первое что священие никогда священником не был не был а то кто-то пишет и на тучкова не выставляйте ролик со священником он никогда не было там миссионерском исключительно злобный человек лживый до последней степени и украли мой ролик они украли его как-то влезли и украли а до этого сначала просили меня не выставляйте его не выставляйте на мою беседу с ним не выставляйте хотя бы сколько-то до нового года там на полгода вперед ну я думаю ну не выставляй да не выставлять но видно что там залукавили он лживый лживый он ни одного слова доказать не может ничего не знает но в миссионерском отделе и вот его там назвал щенки говорит мелкорослые тогда он был как сказать руководитель миссионерского отдела в томской епархии вот он их так охарактеризовал ничего нет у него ни одного слова нету истины вот этого как его помилят тут священником уже священник священник какой священник он семинарию учится учится в семинарии но абсолютно лживый злобный горит как хорек в капкане еще ему буду отвечать на какой ролик его и нету ролика украли сняли тут за мной один гонялся было пять роликов хорошая беседа со священником он по всему даже из германии ломали взламывали и все убирали я не хочу его даже называть но если вам надо то кто делал дудин сергей из города томска там с какой-то город еще такой есть ну вот это из одного кошеля все его подвинули к этим вот я не ничего не говорю только это про свои ролики наши беседы то и за ними гоняются больше нечем заниматься и вот он натравлен написал материал далее его там какой-то анне владимировне и на рождественских чтениях всемирных как называют они это международных то и выступает масленникова там клеймят и меня меня там нету в детском лагере было гонут это в детском лагере там концлагерь ну что удивительное все веселые дети радостные как это может быть что делать александр леонидович надо наверное в роспотребнадзор написать и сразу загалдели кому дворки ну из подворотни там голос раздается дворки ну но и все написали меня тут громили и громили они предатели всюду измена трусость и обман они заклеймены этим проклятием это все мне прислали их но в аудио вот это в аудио мы я попросил никита он перепечатал и и везде они бессовестны абсолютно потому что часто исповедоваться причащается там сатана во рту сидит буквально но ни одного слова нет истинного а которые были они это почему вы им не говорите еще и говорить а кому говорить их нету коммунистам можно говорить бывает а фашистам а этим нет наш отец говорил такие горит они еще горит в люльке с соплями совесть свою съели ну похоже что так и есть вот первое его и на тучкова некому отвечать никаких священников там нету пустое место один из них особенно злобный был и вышел потом попросил прощения мы сказали а нигде его не поминай имя даже не произношу все в прошлом еще что здесь 2 кто-то за это время вышел так пользователь александр сейчас опять другой ролик ну я никакой вавилон откровения 17 18 игла константинополь москва что он пишет александр шереметьев антихрист родится в россии в россии да и в россии меня зачем об этом говорить а тут мои ролики идут вот что тут собственно сказать то сейчас я выведу вот сейчас как только пишу пишу говорю ну да запись идет и вот сколько за это время пришли вот вы в ресурсы я за за компьютером здесь провожу сегодня вот мы встаем 440 а я в 315 кажется встал чтобы успеть поставить 5 роликов каждый день выставляю воскресенье 10 у нас очень большой материал и притом мы не умеем составлять как делают там это заставки там фотографии вот как есть так и есть аля поватая такое кандовая и вот опять кто-то по скайпу зашел новиков сергей новиков сергей все он тут причусти либо разместите на видео канале ютуба что развести на я тут посмотрю как он не знаю кто там это может быть то что письменное содержание его не знаю новиков сергей ну благодарю сергей александрович за работу что я его не просил ничего сам то есть у нас сколько есть людей вот недоступ здесь он краткое содержание каждое вот события дня кто-то был еще помогли другой допустим занятия вот события это собрание о чем там говорим вот такой вот кратко содержание кто-то бы взялся я бы принял это дело я проверяю смотрю вот сегодня самира тагеева день рождения я его поздравил на день рождения поздравить это как поздравить я уже говорил как кто не знает когда код я сейчас могу даже открыть день рождения дни рождения справлять не нужно поздравляю с днем рождения как будто тут какая-то есть твоя человеческая заслуга что вот год жили нарушали заповеди божии грешили и ангел не обрезал нить жизни поздравлять тут вовсе не с чем как говорит святой иоанн златоуст празднование дня рождения ирода закончилась гибель величайшего пророка иоанна крестителя и так дни рождения никогда не следует отмечать не подарки делать не праздновать по-мирски подарки можно сделать любой день а нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю что сберег нашу жизнь и не отринул нас вместе с нашей суетностью сходить в храм божий конечно же приготовившись достойно к тому причаститься если есть возможность сотворить милость кому-то подать милостыню день рождения напоминает нам о том что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду божию а там ведь все не так как здесь как говорит нам святая библия лука 9 23 ко всем же сказал если кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною вот первая ступень отвергнись себя растопчи свое я тут нужны радикальные меры борьбы с самостью серахов 8 39 но в писем варианте может быть 7 39 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь римлян 13 11 так поступайте зная время чтоб наступил уже час пробудиться нам от сна ибо ныне ближе к нам спасения нежели когда мы уверовали и потому желаю вам проверить себя жить уже дали так как требуется по слову божию после рождения свыше жить абсолютно новой жизнью во христе иисусе жить под водительством духа святого ожидая грядущего мессию христа бога истинного и знать его святую волю исполняя ее и дальше заходите на наш сайт вот он и мой мир мой мир 18 это неправильно тут уже до давнейший надо будет исправить 21000 наших фотографий наш аудиоархив новый сайт вконтакте форум 1602 темы вот новое сообщение наш видео канал здесь тоже ошибка здесь 8000 почти 600 наших видеороликов вот так нашем детском лагеря 45 теперь 46 лагеря уже нет вот у меня такая заготовка и ко дню рождения я стараюсь послать так снова возвращаемся к нашим ресурсам это вот где мы православный видеоканал выставляем вот это мне интересно 9100 подписчиков но где они если 9000 что дака почему-то да тут посещение или кто-то бы объяснил мне или они здесь не отображаются нигде но самое большее у нас там 200 чем-то тысяч просмотров но это редко где обычно так за 1000 то далекое не заходят но две тысячи но здесь подписчиков 9000 или это только те которые не зарегистрированы здесь ничего не знаю как куда 9000 9100 вот сколько подписчиков но просмотров тут я верю а вот 9000 подписчиков не знаю как это так откуда ну и наш библейский православный сайт очень богатый я обычно тут беру несколько вопросов самые ценные вопросы и ответы не беру сегодня и так уже много здесь зашло и на этом сегодня все